друзья всех приветствую маленький сатарин и беларусь потихоньку начинаю новый садовый сезон почти середина марта но вот как видно мои розы под укрытием до сих пор хотя снега нет уже с конца февраля и в начале марта земля была очень очень мягкая совершенно оттаяла но вот в эту неделю почти неделю у нас ночью заморозки и сегодня и завтра и послезавтра но в общем-то март месяц это не тот месяц когда друзья я стараюсь снять укрытие нет это все-таки ближе к началу апреля когда были у нас теплые дни теплые ночи теплые дни без заморозков и земля была уже совершенно мягкая я потихоньку вот так вот приоткрывала торцы немного запускала воздух а какого-то проветривания вот такого сквозного я не делаю спонбонд 60 в основном только вот пару укрытий у меня спонбонд наверное 70 осенью не было в магазинах другого а мне нужно было не хватило я купила вот такой вот потолще там моя ледиа в шалот в общем розочки мои еще под укрытием и некоторые розы зимуют зимовали у меня вот так вот стоя обмотанные спонбондом тем же шестидесятка в прошлом году это были две розы дженни роз гарднер и тизинг джорджия вот так вот возле гаража а в эту зиму именно вот так я укрывала и golden celebration и болертон олд холл spirit of freedom мэри роуз ну в общем самые высокие розы я их нигнула связала и обмотала спонбондом это эксперимент я пытаюсь понять зимует роза остина у меня роза остина в саду у нас белоруссии именно вот так вот стоя не пригибая или нет в прошлом году было холоднее но это зима более теплая всего лишь несколько ночей у нас было 20 это было на рождество до ночи 3 днем было в минус 20 а так в общем-то очень теплая зима сырая влажная как обычно ну вот немножко приоткрыла golden celebration ну вот если так посмотреть то побеги конечно такие очень красивые зеленые ну вот если они вверху зеленые конечно там все еще лучше но понять хорошо ли перезимовали мои розочки вот эти вот которые стоя зимуют можно будет только когда начну их обрезать а пока внешне как бы все неплохо некоторые у нас белоруссии конечно не укрывают розы оставляют так как есть я тоже не укрывала свои остинки первые три года они у меня с 18 года но вот уже третья зима они у меня с укрытиями и конечно же по возможности я это буду делать почему потому что мне нужны большие кусты очень жалко когда приходится резать их почти под корень потому что все равно они у нас обмерзают в основном обмерзают и вот эти нарощенные длинные побеги очень жалко резать мы их стараемся стараемся наращиваем всю весь сезон а потом все это срезаем ну давайте вот я приоткрою здесь у меня леди оф мэггинж и кусочек абрахам дыр ну конечно не перезимовали я уверена неплохо хорошо вот в таких укрытиях с такой зимой но если их не укрывать друзья какая бы зима у нас не была теплая побеги портятся поэтому для меня это вопрос решенный ну а кто кому не нужны вот эти большие кусты розустина тот конечно может не укрывать в общем то у меня в первые годы без укрытия ни одна роза не пропала просто срезалась очень-очень низко и мне это не подходит показываю вам вот почему показываю сегодня вам свои вот эти розы которые стоят и обмотаны спонбонтом здесь обмотки ширина спонбонта 3,20 и вот эта ширина уходит на обмотку ну а высота столько сколько нужно отмеряем и подрезаем ну где-то около метр восемьдесят может быть два кусок отрезается а шириной обматывается делаю вот такие вот складочки зажимами ну когда было тепло я конечно немножко так растянула этот спонбонд чтобы больше воздух там гулял а зимой они были более плотно стянуты что друзья еще я делаю в саду когда было сухо я немного вычесывала свой газон металлическими граблями хожу проверяю свои растения то что можно понять перезимовала либо нет вот уже шалфей дубравный выходит вот это кусочки кусочек маленький это ирис сетчатый ну в общем потихоньку потихоньку запускаем новый сезон садовый что еще сделала я еще обрезала кортензию черешковы убрала лишние побеги которые мне не нужны вот так вот шесть основных побегов самая толстая около четырех сантиметров в диаметре как я друзья обрезаю я ее обрезаю особо не заморачиваясь вырезаю все то что мне не нужно все лишние ветки вот этот объем который сюда заходит ближе к отмостку мешает ходить я все срезаю старое соцветие ну вот видно да делаю так как мне нужно гортензия все переносит прекрасно очень раннее растение очень рано просыпаются почки у этой лианы и еще что я сделала здесь стояла вот эта лесенка пока еще ее не убрали убрала вот эту лесенку она стояла к стене и побеги некоторые были привязаны но вот эти побеги они уже такие жесткие и как видите она вот так гнется все изгибается и вот уже сам побег вот там вот держится он таким крюком загнулся и держится за стену этот и вот тот кое-где вот металлическую арматуру я оставила и притянула для надежности но вот эти ветки у меня привязаны так веревка металлическая арматура крюк зацепила за стенку но я уже рассказывала об этом гортензия у меня готова так что здесь здесь у меня тоже мои розочки некоторые вот под такими домиками это монстед вуд но давайте посмотрим на него горшок упал колючки монстед вуд очень колючая ну вот горшки горшки я цепляю вот так на ветке чтобы но чтобы не прорвал спадбонд все в порядке монстед вуд кстати очень такая я заметила очень сильная роза прекрасно переносит наши белорусские морозы даже вот так вот есть домик спадбон шестидесятка все в порядке убрала старые кусты вербены банарской вот здесь у меня были в этом году семена собирала но высевать не буду решила в этом году без вербены вот спириту фридом вот такие горшки тоже сверху чтобы дождь не за мной чтобы вода не попадала туда в укрытие с ней тоже все в порядке это укрытие немного все таки опять пострадало но розочки все в порядке и вот посмотрим на мой кипарисовик в прошлом году вот это укрытие хорошенечко так туда ушло и подломило чуть-чуть побег но она была был этот кипарисовик в порядке но вот зимой он показал что он не в порядке видите весь высох все буду его выкапывать он с девятнадцатого года почти два метра ну чтобы сказать что я сильно расстроилась нет как-то спокойно я уже прошлом году понимала что может быть проблема и на это место у меня уже заказана розочка опять же остинка heritage от кузнецова зимняя прививка в апреле месяце поедем за за саженцем и высажу вот сюда закопаю туда большой горшок без дна чтобы корни хвойных не мешали я показывала осенью как я это делаю в общем в этой клумбе у меня будет роза осьца ну вот этот же кипарисовик лавсона вам пельсблю второй видите какой красивый голубой он даже чуть выше ну с этим все в порядке поэтому конечно же вот так вот он выглядит он тоже был связан но я его уже наверное пару недель назад конце февраля развязал когда сошел снег а вот здесь куски спонбонта кое-где у меня рассажены вот так тюльпаны они как-то так рано в этом году вышли и я их прикрыла спонбон там жалко если подмерзнут вот в этом месте возле розы эмма гамильтон так высадила осенью погуще в открытый грунт ну и конечно же жалко минус 7 у нас был мороз вот после этих теплых очень теплых дней минус 7 минус 6 сегодня передают до минус 6 срезала почистила все свои декоративные злаки вот это пенисетом мискантус и веники ну в общем то потихоньку что-то делаю срезала лаванду столбики как видите у нас еще не штукатурены не получилось осенью забор забор наш профильный забор еще пока стоит уже готов новый его уже даже покрасили но пока пока вы знаете мужу сказала что мне надо как-то еще настроиться все-таки привыкаешь что тебя не видно хотя там ну очень редко ходит люди но все-таки и нужно мне как-то настроиться психологически я говорю давай немножко еще подождем но заборчик готов готов но ждет ждет пока я созрею что еще у меня друзья новая бочка вот купили новую бочку она такого больше серого цвета на 200 литров по моему ну эта бочка здесь когда-то были были какие-то продукты у нас на рынке продают в общем то недорого 45 рублей такие бочки и вот лопата это очень дешевая лопата вот от этой фирмы в конце декабря перед новым годом заехали в один из наших магазинов в городе и по очень низкой цене она была уже последняя одна 5 долларов по курсу очень такая легкая и узкая хорошо вот копать какие-то небольшие ямки так стоять небольшие ямки и мне время от времени приходится обкапывать расширять свои клумбочки подкапывать газон я думаю будет мне очень удобно но это вот такая покупка очень люблю друзья кстати в конце года заезжать в большие строительные магазины там можно на скидках купить хорошие вещи которые в сезон стоят на порядок дороже друзья еще хочу поделиться с вами своей одной из своих новостей заказала навестники садовода у алексея степанова секатор садовые ножницы и пилку для бонсая фирмы арс японские как только я их получу а это будет наверное но я так думаю через месяц может быть даже больше я вам обязательно покажу долго я не решалась купить эту дорогую этот дорогой инструмент очень хотелось но как-то все боялась что что могу могу купить какую-нибудь подделку а стоит это не так-то уж и дешево можно сказать дорого но вот в конце концов я решилась доверилась вестнику садовода но как только я получу эти инструменты я вам обязательно покажу но это вот такая еще у меня новость очень мне кажется такая для садовода важная наши садовые инструменты ну вот наверное пожалуй все на сегодня как только буду открывать свои розы обязательно буду снимать спонбонд я вам покажу буду с вами подрезать ветки проверять как они перезимовали вот эти мои остинки стоя как же не все таки перезимовали кому интересно заходить ко мне в гости буду очень рада еще раз всех с весной и желаю нам всем хорошего хорошего нового сезона теплой весны без возвратных заморозков всем всего хорошего и до новых встреч